Желание быстрее искупаться не покидало на протяжении всей тренировки, признаются Канаиски Алена Ноздрева и Камила Бобр. Еще недавно лидеры молодежной сборной, уже на ведущих ролях в основной команде. Эту пару уже готовят к Олимпийскому Токио 2020 на дистанции 500 метров. Вид новый в программе. Огребной канал в Пловдиве девушкам хорошо знаком. Год назад на юниорском чемпионате Европы они здесь уже выступали. Приблизительно в таких же климатических условиях. Вот мы шли пешком на канал. Немножко ветерок. Вот так. А на воде душно очень. Савтра вообще на 39 передали. В том году тут тоже вообще очень жарко было. Уже старшие приехали. Кто куда, ничего не знает. Мы тут уже, как можно сказать, знаем. Ездили. Ну, канал так себе. Главный минус – отсутствие обводного канала. Дополнительных волн избежать не удастся. И это доставит определенные проблемы. Но не нашему дэту канаистов Андрею Богдановичу и Денису Махлаю. Они будут выступать 16 июля почти последними на спринтерской дистанции 200 метров. Помехи им уже никто не создаст. У белорусов будет только один заезд. Решающий – это финал А. Присмотреться к соперникам не получится. Значит, права на ошибку нет. Богданович и Махлаю лишь с этого сезона начали работать вместе. И с каждой тренировкой взаимодействие улучшается. Осталось подтвердить это в воскресенье. Первый раз был в 2005 году на чемпионате Европы по юниорам. Я здесь занял второе-третье место. И вот здесь, на этом месте, эллингов не было. Здесь росла трава. Золота всегда хочется. Всегда задача на максимум. Всегда хочется лучшего результата. Добиться чего-то большего еще. Вода в Пловдиве теплая, а значит, быстрая. Хорошая скорость и гарантированный главный тренер Владимир Шинторович уже дал персональное задание. Важно не переборщить с нагрузкой. На чемпионате Европы белорусы выступят в 24 видах. 12 входят в олимпийскую программу. Соревнования в Болгарии – основной этап подготовки к чемпионату мира в Чехии в августе. Готовность к большим турнирам наша команда показала еще во время июньских этапов Кубка мира. Тогда белорусы непременно входили в число лидеров медального зачета. Развить успех наши грибцы планируют на континентальном форме в Болгарии. Правда, сделать это будет непросто. Среди участников много чемпионов мира и Европы. Кроме того, дополнительно спортсменам придется сражаться еще и с жарким болгарским летом. Алексей Богданович, Геннадий Челей. Новости спорта. Пловдив. Болгария.